Всем привет, ребятки! Сегодня мы идём на пляж и не просто гулять, а именно купаться. Это будет моё первое купание в 2020 году в открытом море, так что пойдёмте посмотрим. Вот таким образом выглядит бесплатный общественный пляж. Сейчас будний день, сегодня вернее, и в выходные дни помножится это количество на 10, наверное, да? То есть тут будет всё забито. Но мы с вами пойдём дальше, мы пойдём к платному пляжу и сядем там. Греческая национальная игра в ракетке. Есть даже пару свободных зонтиков. Это всё ещё бесплатный пляж. Ну, людей так нормально. Мы идём вон на тот вот белый пляж, где людей вообще нет. Так, тут у меня прямо ситуация из серии «Вспомни молодость». Села я в итоге, смотрите как, на бесплатном пляже. Хорошо, что были свободные зонтики. В общем, знаете, какая ситуация получилась? Я не люблю чувствовать себя лохом. А меня сейчас заставили почувствовать себя, ну, плохом, да? Как по-другому сказать? Прихожу я на этот пляж Аполлон, на котором я обычно сижу. В прошлом году постоянно. И зонтик, вернее, не зонтик, лежак под зонтиком. Раньше стоил 8 евро. И в первой линии, получается, цена была 15. Я не знаю, я почему пошла вообще посмотреть на цены. Я обычно этим не занимаюсь. Но, думаю, сейчас вам сделаю видосик по ценам, по часам работы. Всё-таки у нас тут отголоски некого вируса, да? И интересно будет посмотреть. И у меня, значит, смотрю я на цену, у меня глаза вылезают из орбит. 30 евро. А почему такая цена? Потому что нельзя взять один лежак, я одна пришла. Нужно именно брать сет, то есть два лежака. Так бы 15 евро я бы заплатила за себя, но я ещё не понимаю, почему я должна платить и за того дядю. То есть брать полный комплект. И вот почему я почувствовала себя, да, как из меня хотят сделать дуру, потому что пляж полностью пустой. Я здесь хожу, если не каждый день, то через день я прекрасно вижу, сколько людей сидят на том пляже. Вообще ни души, да? И сейчас я пришла, там была только одна девушка. Одна. Я не знаю, сколько там лежаков, ну, наверное, штук 50, может быть, больше. Там ещё есть парочку закутков. И вот из всего этого у них только один клиент. И при этом они не делают цены, да, как за лежак. Они продолжают всё это дело. Потому что как бы тут поудобнее пристроиться именно за сет. Я говорю, что за ситуация такая? Говорит, ну вот с этим вот вирусом проклятым, да, нас как бы по закону обязуют продавать только сеты. Я говорю, вы прикалываетесь? У вас один человек на пляже, и заполняемости не будет. Я же здесь каждый день хожу, я же вижу, что происходит. Я здесь в прошлом году сидела, да, то есть я дала понять, что я постоянный клиент. Ну, нет. То есть они не берут 15 евро с тебя, но чтобы заполнить как-то пляж. Они предпочитают вообще никого не взять и сидеть как бы, ну, с пустым, грубо говоря, с нулевой наполняемостью. То есть хозяин, наверное, этого не видит. Он думает, почему же у меня предприятие прогорает, да, почему же народ не идёт. Вот. Но я уходя сказала, меня вот чисто даже не то, что меня задушила жаба, да, 30 евро. Я хочу посидеть полтора часика, да. А меня вот задушило именно то, что из меня хотят сделать идиотку, понимаете. То есть при пустом, полностью пустом пляже хотят одной девушке, которая пришла без компании, продать целый вот этот вот зонтик с двумя лежаками, да. И не дают мне возможности выбрать, ну, как бы другой вариант, хотя варианты у них есть. И пускай владелец не удивляется, почему у него до сих пор нету прибыли, да, другие пляжи, допустим, другие компании работают, продают. И вот пришлось сесть мне на этом бесплатном пляже, сейчас вам его покажу. Вот так это выглядит. Здесь кто-то играет в ракетки, тут же какие-то зазывалы, тут же какие-то фенечки, продают дети, орут, бросаются песком. В общем, я уже много лет не хожу на такие варианты, но сейчас я просто уже пришла, и знаете, обидно возвращаться назад, не окунувшись в море, поэтому пришлось сесть. Очень себя некомфортно чувствую, если честно, ну, как бы ладно. И вот знаете, что еще хотела сказать, почему я вот это вот все не люблю, когда прихожу особенно одна, мы говорим только про Афины. Полежать на бесплатном пляже где-то в каком-то городке под Афинами, да, либо на островах, это другой вопрос. Я говорю только про Афины, что я ненавижу бесплатные пляжи в Афинах. Почему? Если ты приходишь один, это, во-первых, небезопасно, потому что мое первое такое яркое воспоминание из Греции, когда я сюда еще приехала по туристической визе, я была на пляже, и там вот заканчивались лежаки, и был в конце как столик, где сидел заведующий, который, он же был и охранник, он должен был за всем этим приглядывать, чтобы на туристов там не нападали. И, в общем, идет один, бежит, один в выходе из африканского континента, и вот у него вот так же стояла сумка, он там прям же сидел, сам охранник получается, он хватает эту сумку и бежит дальше. У меня этот эпизод очень спечатался так в мозге, что на вот таких вот пляжах тебя ограбят вообще на раз, два, три. Опять же, мы не говорим про Афины, мы не говорим про маленькие острова, хотя на островах тоже лучше не щелкайте. Вот, и когда я прихожу одна, я захожу, допустим, в море, я, знаете, с чем сталкиваюсь? Я не могу расслабиться и плавать спокойно. Мне постоянно нужно оглядываться, смотреть на мои вещи. Ну вот что, да, вот я сейчас пойду, допустим, плавать, я сумку приложу полотенчиком, закидаю камнями, но все равно вот эти вот все, которые здесь ходят, как нефиг нафиг взять мою сумку и вынести. На платном пляже, вот на диване Аполлон, который вот там вот белые зонтики, там постоянно циркулирует охранник, там постоянно сидит спасатель, и таких как бы проблем вообще не возникает. И плюс на зонтике, на зонтике есть сейфы. Ты своим браслетиком открываешь, в общем, сейф, засовываешь там телефон, кошелек, еще что-то, и ты плаваешь на расслабоне. Если вы идете вдвоем, то это, конечно, другая ситуация. Одна, допустим, девочка плавает, вторая за вещами смотрит. Но если ты пришла одна, то это трындец. Плюс я ненавижу, меня раздражают, я не знаю, кому-то может нравиться вот это мужское внимание, когда на тебя там кто-то смотрит, да. На платных пляжах с охраной, как бы, ну, таким мало грешат. Плюс вот эти вот все зазывалы, которые ты лежишь, понимаешь, и я вот тоже помню такое воспоминание, я лежала, у меня там дрема уже спустилась, и вот идет оно такое с этими фенечками, или с татуировками, и оно мне прямо на живот. Вот этот вот саквояж опускает. Зачем? Чтобы я проснулась, и чтобы спросить у меня, не нужна ли мне его вот эта вот хрень. И как бы я это вообще ненавижу. Поэтому я всегда предпочитаю лучше пойти заплатить, чем вот как бы рисковать, да, и получать какие-то негативные эмоции. Но сейчас видите, как получилось, как бы я почувствовала себя реальным лохом, которому при пустом пляже хотят впулить что-то дорогое, ему ненужное, да. Поэтому я обиделась, и я оттуда ушла, и посижу сейчас здесь. Я не знаю, ведь я даже не раздеваюсь, я не знаю, как оставлять вещи, не оставлять. На пляж я беру по минимуму, да, но все равно как бы есть такая опаска, в общем, посмотрим. Но неприятненько так. Так, мы сменили, в общем, ракурс. Хочу вам рассказать по секрету про других магазаторов, как их называть, да, магази по-гречески, вот эти все кофейни, пляжи, все что угодно. Как работают правильно. Сейчас ходит здесь мальчик, да, ну, этот пляж достаточно далеко от основной зоны. И предлагают кофе. То есть я еще расстроилась, что я не села на нормальный пляж с тем, что, как бы, ну, я же рассчитывала кофе взять-то. Вот, расслабиться, а кофейку не получилось. И вот, значит, хозяин, умный человек, либо заведующий, он отправил своих официантов ходить и дальше по бесплатным пляжам, и предлагать людям кофе. Вот, то есть прибыль делают не... То есть кто хочет, то деньги зарабатывают. Он нашел способ, да, то есть он сказал, что у нас тут кафе такое крутое, только кто приходит, вот тому мы кофе наливаем. Нет, он отправил официанта спросить у людей, может быть, кто-то на публичном пляже тоже хочет кофе. А вот этот вот хозяин, у которого вот этот платный пляж за 30 евро, да, при цене 15, он ничего не заработает. Поэтому все-таки заработок и все еще зависит от твоей пластичности, как сказать, способности подстроиться под обстоятельства. Мальчик такой хороший, смотрите, принес мне, ой-ой-ой, принес мне кофеек. Водичка говорит, это от меня. И цена, кстати, смотрите, 2,5 евро. Я говорю, сколько? Он говорит, 2,5 евро. Я говорю, серьезно? Просто на том бы пляже меньше пить, с меня бы, ну, как бы за кофе не взяли. И в общем, я такая еще и довольная осталась, так приятно. Он говорит, если хочешь, если каждый день приходишь, я могу вам оставить номер, прям звоните, прям заказывайте официанта, даже на бесплатный пляж, и я все приношу. Классно. Все, ребятки, у меня градус настроения капитально изменился. Вот буквально хорошее отношение к человеку, они вот такое вот снопское немножко. И мне уже и пляж нравится, слушайте, люди здесь классные, коферу здесь обалденные, да. Мало для счастья нужно. Смотрите, какие у меня ноги, это потому что сижу на песке, на меня прилипло все, все вообще. Ну, ничего, мне нормально. Хорошо еще в ларьке купила себе сэндвич, сейчас заточу его, вот, водичку и взяла журнал, да, вот, все, что было в Греции. Смотрите, даже самый маленький, самый дешевый журнальчик, здесь тебе будут обязательно какие-то подарочки. И знаете, я же не рассчитывала, что я буду сидеть на песке, да, я же думала, что я буду на лежаке, поэтому я взяла беленькое полотенчико. Смотрите, что у меня с ним стало, на него уже намело всякой грязуки-ползуки, да, а что у него там под этим? Короче, у кого-то сегодня будет стирка, все это приложила камнями, в общем, такая экзотика, вспомню молодость. Я пока уходила плавать, примотала свою сумку, смотрите, каким узлом, тройным к зонтику, я это подсмотрела как раз у того охранника, у которого, ну, сумку бегун схватил, он тоже потом постоянно так делал, да, просто приматывается к зонтику, если кто-то будет бежать с целью ее схватить там и быстренько смыться, то вот как бы ничего не получится. Я, в общем, еще своим сэндвичем поделилась голодающим населением, он так уже возле меня прыгал-прыгал-прыгал-прыгал, дала кусочек. Прям такой профессиональный борьбей, ни людей не боится ничего, прям просит. Ну что, ребятки, я искупалась, назагоралась сегодня 5 июня, не знаю, когда выйдет этот влог, потому что я достаточно много намонтировала там, но удовольствие получила безмерное, потому что это все-таки морская вода, это, ну, классно. Не сказать, что она как ты заходишь и ты, я не знаю, там в ванной, прохладненькая вода, но, тем не менее, это не критично даже для такого мерзлючего человека, как я. И что хотела сказать, на что обратила внимание, вот такие наблюдения. Возле меня сидело две семьи, потом сидела женщина с двойняшками, девочками, и сидело три папочки, у каждого по два ребенка. Такая тема, да, какие греки отцы. И вот мамочки их, да, вот этих вот отцов, которые с детьми, они где-то там, ну, либо готовят дома, своими делами занимаются, в салоне красоты, с подружками вышли, да, на кофе, на вино. И нет здесь такого, что вот ты женщина, ты должна идти, значит, на пляж и развлекать детей, если ты хочешь, чтобы дети море увидели, там еще что-то. Здесь спокойно этим занимаются отцы, и от этого получают большое удовольствие. И даже те семьи, которые сидели, и мама, и папа, мама сидела в теньке, да, на стульчике, с кофейком в руках, там. Кто-то с сигареткой. А папы, значит, бегали, занимались с детьми, лепили там, я не знаю, куличи из песка. Смотрите, какое внимание дедушки. Какого, как этого, инопланетянина увидела. Я немножко сменю тему, про отцов договорю сейчас. Это вот про греков. Как сложно было на первом этапе мне, да, блогерство, пересилить себя и снимать в любых условиях. Может, когда-нибудь это расскажу, потому что вот такие дедушки, они на каждом углу, которые на тебя просто будут смотреть во все четыре глаза. И такие, типа, что происходит, инопланетяне прилетели. Так вот, мамы, значит, сидят в теньке, балдеют. Отцы лепят с детьми куличи из песка, там, я не знаю, гоняют их по морю. Играют в какие-то активные игры. И это нормально. И это классно. Я вот, вот это вот греческий папа, я от этого просто обалдею. Насколько у них классный в этом плане менталитет. Вот здесь, смотрите, заброшенный пляж во время известного вируса. Мы будем называть название. Снесли эти ворота, и люди здесь купались, загорали. И все у них было прекрасно, никто ни на какой вирус внимания не обращал. Так вот, греческие папы, они здесь очень так относятся именно к детям. Очень внимательно, очень трепетно. И они понимают, мужики, да, что дети сами в саду, там, в огороде, на грядках не растут. Их нужно выращивать, заниматься их воспитанием. И многие женятся именно тогда, когда они уже хотят детей. То есть греческий женится после 30, где-то лет в 35, когда вот он, все, он решил, что он хочет стать папой. До этого он может с девушкой встречаться в 10 лет. Но если он не решил завести ребенка, то, скорее всего, официального брака у них не будет. А почему они так настаивают, машинку пропустим, почему они так настаивают на официальном браке? Ведь можно родить ребенка, там, допустим, не жениться. У них такой страх, что женщина сейчас себе ребенка за гроба стоит. И фамилию, главное, чтобы свою дать. Вот я помню, у нас друг женился. Его уже девушка была беременной, но у него не было нужной суммы. Тоже такие свадьбы закатывают. И в церкви, и все на свете с такой суммой. И у него, они тогда на дом копили, у них не было денег, получается, на вот эту вот всю помпезную свадьбу. Но он ее повел, можно здесь двумя вариантами жениться, выходить замуж. То есть либо в церкви с этой помпой, либо в демархию. И он ее скорее повел в демархию. Сам бегал, все документы собирал, все организовал. Потому что он очень боялся, что сейчас родится ребенок, и у ребенка не будет его фамилии. У него прям был комплекс страх и все такое. И здесь, когда выходишь замуж, так просто ты фамилию мужа, как у нас, автоматом не берешь. Тебе там чуть ли еще не нужно ни заявление отдельное писать. И сразу же при оформлении разрешения на брак, ты пишешь, получается, какая фамилия будет у ваших будущих детей. А если такого брака нет, то извини, подвинься, ребеночек будет носить фамилию матери. И их это прям ты что? Они готовы эту женщину под руки, белые ноги тащить скорее в ЗАГС, только чтобы оформить официальный брак. Пришла с пляжа, хочу вам показать, что в моей пляжной сумке валялась на песке, поэтому может где-то быть песок. Не обращайте внимания, во-первых, это сумка. Очень она мне нравится, легкая, сама по себе ничего не весит. И главное, она водонепроницаемая, да, то есть если вода зальет, то только где-то, где есть замок. Здесь же все прошито. Она неубиваемая, может валяться по песку, по камням, плюс мы же занимаемся яхтингом. Тоже ты куда-то выплываешь там на моторной лодке, допустим, с яхты, берешь с собой сумку и брызги, еще что-то. Мне важно, чтобы сумка была водостойкая такая, да. Вот, поэтому я не люблю какие-то еще такие плетеные сумки, именно когда нужно просто не в город выйти, а сходить на пляж, потому что они, во-первых, тяжелые, это нагрузка на мою спину дополнительная, а во-вторых, если придет какая-то волна, то сумке будет до свидания. Дальше у меня косметичка такая веселенькая, с якорем, там различные солнцезащитные крема, сейчас вам все покажу. Еще одна косметичка, более серьезная, здесь, допустим, ключи, карты, деньги, там вот такого плана. Обязательно водичка, всегда с собой беру такие тапочки, они никакого веса не имеют, поэтому, ну, можно с собой постоянно таскать, но если будет какое-то дно с камнями или с морскими ежами, то без них никуда, и когда было пару раз, я их с собой не брала, то, конечно, я настрадалась. Сейчас взяла с собой еще селфи-палку, которую я вам недавно показывала, потому что снимала видосик. Обязательно какая-нибудь бейсболка, купила журнал, даже не успела его открыть, ну, хорошо так полистать что-то, потому что с Wi-Fi бывают проблемы у нас здесь в Греции. И обязательно вот такая вот тоже непроницаемая сумочка. Сейчас у меня там футболка и какое-то нижнее белье тоже с собой беру, чтобы можно было переодеться потом после душа и засунуть в нее влажный купальник, чтобы он у меня там по сумке не целепался. Ну и, естественно, полотенце. Полотенце я уже закинула в стирку. В этой косметичке моя уже застиранная, но горячо любимая повязка на волосы, чтобы они там не лезли в лицо от ветра, не целепались по волнам. Дальше крем с SPF для тела я использую. Этот для лица, мало ли нужно будет обновить защиту. Бальзам для губ с SPF 15, с блистекс, помада и блеск для губ, ну и тангл тизер расчесаться. То есть вот таким минимальным набором я вполне себе обхожусь. И получается, что у меня достаточно легкая сумка, не нужно таскать на себе кучу-кучу килограмм. Хотя даже вот это вот все, оно все равно имеет какой-то вес. Ну, за счет того, что сумка сама по себе у меня ничего не весит, то как бы нормально получается. Ну и, естественно, поучаствовать в видео нужно кому? Мими? Пс-пс-пс-пс. Нет, не хочет. Мими? 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 Что такое? Что такое? И, вы знаете, эта дверь не в дом, эта дверь в подвал. Я не знаю, почему наша кошка балдеет от подвала. И вот она сейчас стоит, я снимаю, она стоит истерить, чтобы я ей открыла дверь в подвал. Ну, нормальная вообще? Мими, у тебя здесь травка, у тебя домик. Зачем тебе в подвал? Зачем? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Да, и лапку еще поднимает. Ох ты, боже, ладно, я тебя запущу. Посидишь в подвале. Дети подземелья. Боже, боже. Боже, боже. Ну что, пойдешь в подвал? Давай я тебе открыю дверь. Пойдешь? Ну иди, спускайся. Все. Ты довольная? Ты довольная? Ну иди. Иди, спускайся. Иди. Иди, спускайся в подвал. Что? Что? С тобой пойти? А я не хочу в подвал. Иди сама. Иди. Давай. Двигай шубой. Давай, давай, давай. Нет? Редактор субтитров. Продолжение следует...